Числа, глава 28. И сказал Господь Моисею, говоря, Повели сынам Израилевым, и скажи им, Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, Вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. А одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина, выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синая, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца. На святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как по утру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнц, до однолетних, без порока, и в приношение хлебное, две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверхпостоянное всесожжение и возлияние при нем. И в новомесячье ваше приносите всесожжение Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, на овна, и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, на каждого агнца. Это всесожжение – приятное благоухание жертвы Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесящее во все месяцы года. И одного козла приносите Господу жертву за грех. Сверхсесожжение постоянное должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца – Пасха Господня. И в пятнадцатый день сего месяца – праздник. Семь дней должно есть опресники. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничные муки, смешанные с елеем. Три десятых части ефы на каждого тельца. И две десятых части ефы на овну. И по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех, для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждые из семи дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжение постоянного и возлияние его должно приносить сие. И в седьмой день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Из крупного скота, двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, без порока. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем. Приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. Числа, глава двадцать девятая. И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока. И при них, в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна, и одну десятую часть ефы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияния их по уставу в приятное благоухание Господу. И в десятый день всего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока, пусть будут они у вас. И при них, в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех, для очищения вас сверхжертва за грех, приносимая в день очищения, и сверхвсесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияния их по уставу приносимых в приятное благоухание в жертву Господу. И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень семь дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока, пусть будут они. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с селеем, три десятых части ефы на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части ефы на каждого из двух овнов. И по десятой части ефы на каждого из четырнадцати агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх все сожжение постоянного и хлебного приношения его, и возлияние его. И во второй день двенадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока, и при них приношение хлебное, и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх все сожжение постоянного и хлебного приношения, и возлияние их. И в третий день одиннадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока, и при них приношение хлебное, и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх все сожжение постоянного и хлебного приношения, и возлияние его. И в четвертый день десять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока, и при них приношение хлебное, и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх все сожжение постоянного и хлебного приношения, и возлияние его. И в пятый день девять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока, и при них приношение хлебное, и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх все сожжение постоянного и хлебного приношения, и возлияние его. И в шестой день восемь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверхся сожжение постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в седьмой день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверхся сожжение постоянного и хлебного приношения и возлияние его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте. И приносите все сожжение жертву, приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев, по числу их, по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверхся сожжение постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами по обету или по усердию, всесожжение ваших и хлебных приношений ваших, и возлияние ваших, и мирных жертв ваших. Числа, глава 30. «И положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обеты ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том, отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет за мужество, а на ней обеты ее, или слово, уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся. И зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей, и отвергнет обеты ее, которые на ней, и слово, уст ее, которым она связала себя, то о ней не состоятся, потому что запретил ей муж ее, и Господь простит ей. Обез же вдовы и разведенные, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на душу свою, склятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все ее обеты состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней. Утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею, об отношении между мужем и женой его, между отцом и дочерью его, в юности ее, в доме отца ее. Числа, глава 31. Израилевых по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну, и послал их Моисея на войну, по тысяче из колена их, и Финиеса, сына Илеазара, сына Аарона, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы до тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисея, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Еве, Рекема, Цура, Хура и Рену, пять царей Мадиамских. И Валаама, сына Виорова, убили мечом вместе с убитыми их. А жен Мадиамских и детей их сыны Израилю взяли в плен. И весь скот их, и все стада их, и все имения их взяли в добычу. И все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота. И доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею, к Илеазару, священнику, и к обществу сынов Израилевых, к Стану, на равнины Моавицке, что у Иордана, против Ерехона. И вышли Моисей и Илеазар, священник, и все князья общества навстречу им из Стана. И прогнялся Моисей на военачальников, тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны. И сказала Моисею, для чего вы оставили живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте живых для себя. И пробудьте вне Стана семь дней. Всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день, и в седьмой день вы и пленные ваши. И все одежды, все кожаные вещи, и все сделанные из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. И сказал Элиазар священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедовал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь. Проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить все же. Что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря, сочти добычу плена от человека до скота, ты, Элиазар, священник и начальники племен общества. И раздели добычу пополам, между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из пятисот, из людей, из крупного скота, из ослов, из мелкого скота. Возьми это из половины их, и отдай Элиазару, священнику, в возношение Господу. Из половины сынов Израилюх, возьми по одной доле из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов, из мелкого скота. И отдай это левитам, служащим при скине Господней. И сделал Моисей или Азару зар священник, как повелел Господь Моисею. И было добыча, оставшаяся от захваченного, что захватили бывшего на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, а слов 61 тысячи. Людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была, мелкого скота 337 тысяч 500, и дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 тысяч, и дань из них Господу 72, а слов 30 тысяч 500, и дань из них Господу 61. Людей 16 тысяч, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань возношение Господу и Азару священнику, как повелел Господь Моисею. Из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисея у бывших на войне, половина же на долю общества была. Мелкого скота 337 тысяч 500, крупного скота 36 тысяч, а слов 30 тысяч 500, людей 16 тысяч. Из половины сынов Израилевых взял Моисея одну пятидесятую часть из людей, из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скине и Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войск, тысяченачальники и стоначальники, и сказали Моисею, рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей, цепочки, запястья, перстни, серьги и привестки, для очищения душ наших пред Господом. И взял у них Моисея и Леозар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золото, которое принесено в возношение Господу 16 тысяч 750 сиклей, от тысяченачальников и стоначальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Леозар, священник, золото, от тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в Скинию собрание, в память сынов Израилевых пред Господом. Числа, глава 32. У сынов Рувимовых, у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Иазер и земля Галаат есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовых и сыны Рувимовых, и сказали Моисею и Леозару, священнику и князьям общества, говоря, «Атаров и Девон, и Азер и Нимра, и Исивон и Илеале, и Севам и Нева, и Вион, земля, которую Господь поразил предобществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали, «Если мы нашли благоволение у глазах твоих, отдай землю сию и рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисею сынам Гадовым и сынам Рувимым, «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаетесь сердца сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Так поступили отцы ваши, когда я посылал их в Кадес-Варне для обозрения земли. Они доходили до долины Иесхол и видели землю, и отпратили сердца сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, «Люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева сына Ифониена, кенезиянина, и Иисуса сына Навина, потому что они повиновались Господу». И воспылал гнев Господа на Израиля. И водил он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. «И вот вместо отцов ваших восстали вы отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господина Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». И подошли они к нему и сказали, «Мы построим здесь овщие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем перед сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее. Если удел нам, достанется по эту сторону Иордана, к востоку». И сказал им Моисей, «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих перед собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и перед Израилем. И будет земля сия у вас во владении перед Господом. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадова и сыну Рувимову Моисею, «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада». «А рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елеазару, священнику Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых. «И сказал им Моисей, если сыны Гадова и сыну Рувимову перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет перед вами земля, то отдайте им землю Галат во владение. «Если же не пойдут они с вами вооруженные на войну пред Господом, то пошлите перед собой имение их, жены их и скоты, в землю Хананскую, и они получат владение вместе с вами в земле Хананской». И отвечали сыны Гадова и сыну Рувимову, и сказали, «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Хананскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Монассиена, сына Иосифова, царство Сигона, царя Морейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы, Дивон, и Атаров, и Араер, и Атаров Шафан, и Азер, и Акбегу, и Бев Нимру, и Бев Гараи, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимову построили Сивон, или Аля, коре Афаим, и Нево и Ваал Мион, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Монассиена, в Галаат, и взяли его, и выгнали Амареев, которые были в нем. И отдал Моисей Галаат Махиру, сыну Монассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Монассии, пошел и взял селение их, и назвал их селением Иаировым. И Новах пошел и взял Кенав, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Но-Вах. Числа, глава 33. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествия их, по станам их. И вот станы путешествия их, из Раамсеса, отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой Высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Саххофе. И отправились из Саххофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пи Гохерофу, что пред Ваал Цифоном. И расположились станом пред Мигдолом. Отправившись от Гохерофа, прошли среди моря в пустыню и шли три дня пути в пустыню Ефам. И расположились станом в Мере. И отправились из Меры и пришли в Елим. В Елиме же было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев. И расположились там станом. И отправились из Елима и расположились станом у Чармного моря. И отправились у Чармного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуши. И отправились из Алуши и расположились станом в Рефидиме. И не было там воды, чтобы пить воду. И отправились из Рифидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Готаве. И отправились из Киброт-Готавы и расположились станом в Осерофе. И отправились из Осерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фореце. И отправились из Римнон в Фареце, и расположились станом в Ливне, и отправились из Ливны, и расположились станом в Риссе, и отправились из Риссе, и расположились станом в Кегелафе, и отправились из Кегелафа, и расположились станом на горе Шафер, и отправились от горы Шафер, и расположились станом в Хараде, и отправились из Харада, и расположились станом в Макелофе, и отправились из Макелофа, и расположились станом в Тахафе, И отправились из Тахафа, и расположились с Таном в Тарахе. И отправились из Тараха, и расположились с Таном в Мифке. И отправились из Мифки, и расположились с Таном в Хашмоне. И отправились из Хашмоны, и расположились с Таном в Масерофе. И отправились из Масерофа, и расположились с Таном в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана, и расположились с Таном в Хор-Агитгаде. И отправились из хор Агитгада, и расположились станом в Иотвафе. И отправились из Иотвафы, и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона, и расположились станом в Исуан-Гаверы. И отправились из Исуан-Гавера, и расположились станом в пустыне Син. Отправившись из пустыни Син, расположились Таном в пустыне Фаран, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились Таном на горе Ор, у пределов земли Домской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню и умер там сороковой год по ишестию сынов Израилевых из земли Египетской. В пятый месяц, в первый день месяца, Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор. Хананский царь Арады, который жил к югу земли Хананской, услышал тогда, что идут сыны Израилевым. И отправились они от горы Ор и расположились Таном в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились Таном в Суноне. И отправились из Сунона и расположились Таном в Авофе. И отправились из Авофа и расположились Таном в Иим, Аварими, на пределах Мава. И отправились из Иоамма и расположились станом в Дивонгаде. И отправились из Дивонгада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от города Римских и расположились станом на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона. Они расположились станом Иордана, отбив Ишимофа до Авес и Тима на равнинах Моавицких. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, объяви сыном Израилем и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоняйте от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их и истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю и поселитесь на ней. Ибо Я вам даю землю сию во владение, и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам. Числа 34 глава И сказал Господь Моисею, говоря, дай повеление сынам Израилю, и скажи им, когда войдете в землю ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг, к Адес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару, и пройдет через Ацмон. От Сосмона направится граница к потоку Египетскому, и будет выступы ее к морю. А границей западной будет у вас Великое море, это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница, от Великого моря проведите ее к горе Ор, от горы Ор проведите к Кемафу, и будут выступы границы к Седаду. Оттуда пойдет граница к Сифрону, и выступы ее будут к Гацар-Янану, это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Янана к Шифаму, от Шифама пойдет граница к Рибли, с восточной стороны Аина. Потом пойдет граница и коснется берегов моря Кенереев, с восточной стороны, и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисея сынам Израилю, и сказал, вот земля, которую вы разделите на уделы по жеребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине коленам Анастина. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина коленам Анастина получили удел свой за Иорданом, против Ерихона к Востоку. И сказал Господь Моисею, говоря, вот имена мужей, которые будут делить вам землю, Элеазар священник и Иисус сыновин, и по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей. Для колена Иудина – Халев, сын Иефониен. Для колена сынов Симеоновых – Самуил, сын Амиуда. Для колена Вениаминова – Елидат, сын Кислона. Для колена сынов Дановых – князь Бункий, сын Иоглия. Для колена сынов Иосифовых – князь Ханиил, сын Ифода. Для колена сынов Ефремовых – князь Кемуил, сын Шифтана. Для колена сынов Завулоновых – князь Елисофан, сын Фарнака. Для колена сынов Исахаровых – князь Фалтиил, сын Азана. Для колена сынов Асировых – князь Ахиуд, сын Шеломея. Для колена сынов Нефалимовых князь Педаил, сын Амиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилю в земле Ханаанской. Числа, глава 35. От стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей. А посредине город таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы. И сверху их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилю, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какое получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умершлен убивший, прежде нежели он предстанет перед общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца, убийца должно предать смерти. А если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки, так что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умереть, убийцу, лишь только встретит его, сам может умереть его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на кого-нибудь что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукой так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умереть убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь безумысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него та, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от рук мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за пределы города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь, вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить, по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей, прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе ощущается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Число 36 глава. «Поада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена, сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами. И отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами. И от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господне и сказал, «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Сапаадовых. А они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. Только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилеву наследовали каждый удел отца своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено. Ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. И как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпоадовы. И высшие дочери Салпоадова, Махла, Фирса, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дяди своих. В племени сынов Монассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колене племени отца их. Сии суть заповедей постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона.